Библиотека номер 10 предлагает вашему вниманию видеопрезентацию по Даниэлю Дефо. Даниэль Дефо – английский писатель, публицист. Он популяризировал жанр романа в Великобритании, является основоположником экономической журналистики. Мировую известность ему принес роман «Робинзон Крузо». Даниэля Дефо можно назвать авантюристом. Его жизнь насыщена разнообразными событиями. Даниэль успел повоевать, стать успешным бизнесменом, потом разориться, побывать во многих странах, заняться политикой, посидеть в тюрьме, стать шпионом, а потом написать роман, который принесет ему мировую известность. И спустя 300 лет после выхода первого издания его будут любить и читать взрослые и дети по всему миру. Снимут множество фильмов, появится новое направление в литературе, названное «Робинзоадой». Даниэль Дефо написал около 500 книг, журналов и памфлетов, темой которых стала политика и психология, обсуждал с читателем религию и тонкости брака, делился секретами экономики и освещал криминал. За давностью лет точной даты рождения писателя нет. Существует лишь примерная цифра 1660 год. Даниэль родился во вполне благополучной и обеспеченной семье. В доме царила религиозная атмосфера, так как родители были набожными людьми. Его отец имел торговую лавку и занимался продажей мяса. А также у них был небольшой свечной заводик. Настоящая фамилия писателя звучала иначе. Даниэль Фо. Родители мечтали, что их сын станет пастором. Для этого они отправили своего отпрыска учиться в духовную семинарию. По ее окончанию Даниэль продолжил обучение, теперь он учился в протестанской академии, которая располагалась в Стоук-Ньюингтоне. Учеником он был прилежным. Особенно ему давались языки и классическая литература. Молодой человек превосходно осваивает латынь и греческий. Еще во время обучения он уже знает, что пастором ему не быть. Коммерция очень увлекла юношу. Родители принимают решение сына стать торговцем. Для этого сразу после обучения Даниэль устраивается на работу в контору чулочной фабрики. На этот момент ему едва исполнилось 19 лет. Даниэль с упорством осваивает бухгалтерию. Параллельно он еще трудится в чулочной лавке. Позднее его назначают приказчиком у оптового чулочного торговца по делам, которые ему теперь часто приходится покидать родину. Он побывал по торговым делам в Испании, Португалии, Франции. Эти поездки расширили его кругозор. Он усовершенствовал свои знания в языках, а самое главное, он знакомился с жизнью людей, проживающих в Европе. К середине 1680-х годов Дефо считает, что он готов к самостоятельному ведению бизнеса и открывает собственную чулочную фабрику в Корнхилле, которая успешно работала и приносила хорошую прибыль целых 10 лет. Но потом обанкротилась. Дефо поступает управляющим на кирпичный завод. Затем становится и его владельцем. Но и это предприятие терпит крах. Он торгует табаком и строительными материалами. Но все не ладится. Ему не раз говорили, что он пускается в очень рисковые и сомнительные предприятия, результатом которых становилось разорение. Но у Дефо свое видение в бизнесе. Каждый раз ему удавалось найти верное решение и вернуть хотя бы часть потерянных денег. Он поддерживает восстание герцога Манмута. Принимает участие в сражении при Седжмуре, которое состояло 6 июля 1685 года. Мятежники его проигрывают. Сам герцог был казнен. А вот Даниэлю чудом удалось спастись, и он сумел скрыться. 1697 год можно назвать началом его творческого пути. В этот год он пишет «Опыт о проектах», которое станет его первым произведением. Двумя годами позже его имя стало известно благодаря публикации сатирического памфлета в стихах «Чистокровный англичанин». В нем он высмеивает ксенофобию. Даниэль является ярым защитником реформы и революции. Но на этом интересы Даниэля не ограничивались. Ему была интересна политика. В 1688 году Вильгельм Аранский переходит границы Англии, и Даниэль сразу присоединяется к его армии. Он поддерживал планы короля Вильгельма. В это время он пишет несколько замечательных произведений, одним из которых является «Защитительное слово бедняка» и «Прирожденный англичанин». Начинающий писатель присваивает сам себе дворянское происхождение, придумывает фамильный герб, на котором разместились три грифона и лилии, и к своей простонародной фамилии добавляет частицу «Д». Затем «Д» — «Фо» сливается в одно слово. Король Вильгельм замечает Даниэля. Он приглашает талантливого писателя во дворец. Жизнь Дефо резко меняется. Король предлагает ему писать политические памфлеты. Есть версии, что он смог приблизиться к монарху настолько, что Вильгельм пользуется его советами. Но после его смерти и восшествия на престол Анны Стюарт жизнь опять делает кульбит. Он по-прежнему при дворе, но не сразу разбирается в новых веяниях и порядках, установленных монаршей особой. В 1702 году он пишет памфлет под названием «Кратчайшая расправа с десентерами», скрывая свое имя. Изначально парламентарии обрадовались выходу столь нужного произведения, в котором автор советует чинить расправу над протестантами, ссылая их на галеры. Но затем они понимают, что он просто смеется над ними. Литераторы назвали это сочинение «событием столетия». Этот текст взбудоражил общественность и, как следствие, памфлет был объявлен в розыск. Только через полгода стало известно, кто это написал. Когда выяснили, кто автор, то реакционеры решили предать Дефо суду. Даниэль предпочел скрыться, но позднее все же решил вернуться на милость правительства. Его приговаривают к штрафу. Троектратному стоянию позорного столпа внести залог и заключение его в тюрьму на неопределенный срок, который зависит от милости королевы. Его припровождают в Ньюгейтскую тюрьму. Там Дефо имеют возможность списать, чем он, собственно, и занимается. Написанный им во время, в это время гимн позорному столбу помогает ему избежать унижения, которым подвергались люди, наказанные таким образом. Толпа собравшихся вокруг него встретила его как героя и аплодировала ему. Там же, в тюрьме, он стал издавать газету. Благодаря этому событию Дефо стали считать родоначальником английской периодической печати. Непомерные долги вынуждает литератора согласиться на работу шпиона. Даниэль начинает работать на британское правительство. Он пишет выгодные для власти тексты, которые был обязан показывать для проверки. Еще работает тайным агентом в Шотландии и сообщает англичанам о замыслах оппозиции, сведения о которых он добывает в различных издательствах. Также своими публикациями он должен влиять на умонастроение шотландцев. Получив согласие на эту работу, правительство уплатило за него штраф, а голодающая семья получила средства на существование. Свои публикации он должен был печатать в газете «Обозреватель», которая принадлежала английским властям. Наверняка наши современники и не вспомнили бы, что когда-то жил некий Даниэль Дефо, если бы он не написал роман, который сделал его знаменитым не только в Великобритании, но и по всему миру. Три столетия люди с увлечением читают эту книгу. История моряка из Йорка, который после кораблекрушения попадает на необитаемый остров, впервые была опубликована в 1719 году. Идея написания этого романа пришла к 59-летнему Дефо после прочтения им заметки о шотландском мореплавателе Александре Селькирке, который на необитаемом Тихоокеанском острове прожил 4 года. Потерянного моряка обнаружило судно «Вудс Роджерс». Появляющиеся немного позднее очерки об этом событии, которое произошло в 1709 году, еще больше подогрели интерес Даниэля к этой теме. И он решает написать свою историю отшельника. Дефо дополняет детали, увеличивает его проживание на острове до 28 лет и превращает в увлекательнейший приключенческий роман. Книгу Робинзон Крузо можно назвать «Гимном цивилизации». Автор отразил своеобразную ретроспективу пути, проделанного человечеством. Главный герой Робинзон Крузо от собирательства и охоты проходит путь к прогрессу. Он начинает заниматься земледелиями, скотоводством и, конечно, ремеслом. Вышедшая книга моментально стала популярна. Успех романа был просто ошеломительным. Автор решается написать продолжение книги «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо». Но вторая часть оказалась менее интересной. И это не отменяет того факта, что она пользовалась большим спросом. Герой нового романа живет в Великой Тартарии. Эту страну Дефо придумывает самостоятельно. Но он подразумевает земли России, Монголии и Татарстана. А следом выходит и третья часть. Сравнить ее по успеху можно только со второй книгой. Примечательно, что Даниэль никогда не был в России. Хотя во второй части он пишет про приключения Крузо в Сибири и Архангельске. И только через сто лет книга попадает к нам, в Россию. И еще через сто лет обретает массового читателя. Даниэлем Дефо написано еще много увлекательной литературы. Как правило, его герои всегда попадают в неприятности и с энтузиазмом потом их преодолевают. У них бесконечные приключения, которые захватывают читателя с первых страниц. Умение Даниэля Дефо писать легким стилем с интересным сюжетом с каждым днем только прибавляет ему количество поклонников по всему миру. Опубликованный в 1720-х годах приключенческий роман «Всеобщая история пиратства» стала не менее популярна среди читателей. В этот ряд можно поставить как приключенческие романы, так и исторические радости и горести «Моль Флендарс» и «Дневник Чумного года», «История полковника Джека», «Счастливая куртизанка Элира Оксана», «Путешествия Англии и Шотландии». Супругой писателя стала Мэри Таффли в 1684 году. Девушка была из обеспеченной семьи и получила немалое преданное. Но всего через 8 лет все 4000 фунтов и плюс сбережения самого Даниэля были поглощены банкротством. Семья Дефо была многодетной. У них родилось 8 детей. Назвать жизнь семьи безоблачной и счастливой нельзя. Преследование власти и постоянные требования кредиторов здорово омрачили им жизнь. Жилье они имели в неблагополучном районе Минт. Затем перебрались в Бристоль. Даниэль Дефо мог выйти из своего дома только в воскресенье, потому что по этим дням должников не арестовывали. В последние годы жизни финансовое положение только ухудшилось. Чтобы как-то выжить, Даниэль обманул своего издателя, который впоследствии превратил его последний год жизни в сущий ад. Писателю пришлось покинуть дом и семью и начать скрываться. Он переезжал из города в город. А когда однажды обманутый издатель настиг его, то хотел даже проколоть его шпагой, но получил достойный отпор от 70-летнего Дефо, который его обезоружил. Постоянные угрозы и безденежье заставляют писателя скрываться под чужими фамилиями, меняя города и квартиры. В 1731 году он снимает комнату в дальнем районе Лондона, в котором он и умер 24 апреля этого же года. Ни жены, ни детей, никого рядом не было. Все дети были заняты. Сыновья занимались торговлей, дочери вышли замуж и имели уже свои семьи. Отыскать своего отца в трущобах никто не спешил. Хоронила писателя хозяйка квартиры. Она продала оставшиеся вещи и возместила себе убытки по похоронам. Позднее пресса вскользь осветила смерть Дефо. Где-то даже помелькал сарказм. Его назвали величайшим гражданином республики Граб-стрит. Улицу, где обычно собирались сочинители-неудачники, не умеющие писать достойно. На месте захоронения Даниэля Дефо была поставлена белая плита. Но вскоре она заросла травой, а потом и вовсе раскололась. Но через сто лет, в 1870 году, британский таблоид обратился к английской детворе с просьбой пожертвовать какую-нибудь сумму на памятник писателю. Тысячи почитателей его романов отозвались на эту просьбу. И теперь на могиле Даниэля Дефо стоит гранитный монумент, на котором написаны слова «В память автора Робинзона Круза». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok